всем привет сегодня буду печь хлеб самый обычный белый формовой хлеб его называют сайка или кирпичиком все по-разному что мне понадобится растительное масло 2 столовые ложки кипяченая вода она должна быть еле тепленькая такая 250 миллилитров это прям полный граненый стакан соль где-то вот одна чайная ложка с бугорком я беру можно взять полторы то есть это ну по вкусу 1 столовая ложка сахара тоже с бугорком беру дрожжи тоже 1 чайная ложка с прямым с хорошим бугорком ну либо полторы чайной ложки муки у нас уйдет примерно грамм 400 но я честно говоря всегда кладу на глазок сначала я добавляю где-то 300 350 грамм вот для начала с чего мы начинаем в эту теплую воду мы добавляем дрожжи как я сказала либо одна столовая ложка с бугорком либо чуть побольше получился немножко перемешиваем эти дрожжи должны раствориться и начать работать на это уйдет немного времени минут 10-15 нужно подождать дрожжи начали работать вот такая шапочка появилась теперь добавляем все остальное растительное масло сюда же сахар соль размешиваем и начинаем поступать муку и вымешиваем тесто вот такое тесто у нас должно получиться ну точнее пока это не тесто это еще опара теперь накрываем полотенчиком и ставим в теплое место на расстойку понадобится полчаса или час времени у меня все готово все подошло теперь будем готовить тесто подсеиваем муку и теперь сюда уже выкладываем теперь нам нужно замесить тесто которое будет не будет липнуть к рукам тесто хорошенечко вымешиваем муку по необходимости подсеиваем вот такое тесто у нас должно получиться вот она немножко липкая но в то же время на руках она уже не остается такой пластичная достаточно очень мягкая сильно его тоже мукой и не надо забивать вот у меня немножко осталось все не ушла мука теперь готовим форму смазываем растительным маслом выкладываем тесто и еще раз оставляем на расстойку также накрываем полотенчиком и ждем когда тесто у нас поднимется вот так вот хорошо тесто у нас поднялось духовку включаем заранее до 190 градусов ставим тесто выпекаться на 40 минут через 40 минут мы выключаем духовку и оставляем уже готовый хлеб еще минут на 10 на 15 до 15 в остывающей духовке хлебушек у меня готов теперь его можно выложить вот такая хорошая каечка получилось сейчас он немножко остынет и я разрежу покажу какой внутри вот такой хлебушек у нас получилось вот так он выглядит внутри хорошая такая корочка хрустящая внутри видите мягкий такой пористый весь он еще немножко теплый но я думаю хорошо видно очень вкусный особенно если сравнивать с магазинами рецепт я думаю тоже несложный надеюсь все было понятно попробуйте сами приготовить всем спасибо приятного аппетита пока пока